Всем привет! Я вернулся, значит, у меня тут внезапно разрядился ноут. Итак, немножко гита, немножко гита, а потом немножко питона. Как я уже сказал, у нас на самом деле первый протокол, которым мы пользуемся, когда пользуемся, исторически первый протокол, которым мы пользуемся, когда пользуемся гитом, это Secure Shell. Лекция про Secure Shell была два года назад, тут написано прошлогодней, на самом деле два года назад она была. И я не буду ее сейчас повторять, предполагается, что мы так или иначе им умеем пользоваться. Если не умеем, смотрите эту лекцию. Про Secure Shell я вспоминаю вот для чего. Смотрите, допустим, мы где-нибудь на удаленном сервере заводим репозиторий. Вот. Ой, да что ж ты будешь делать? Где-нибудь на удаленном сервере заводим репозиторий. Вот. Ну, не знаю где. Например, вот здесь. Вот это удаленная машина, на которой можно удаленно работать. Это мое рабочее место, которое стоит там на седьмом этаже. Вот мы берем, заходим сюда, говорим репа какой-нибудь, new, new, потому что у нас уже new есть, да. Вот. Говорим ему git и нит. Git и нит. Вот. Вот. И у нас получается репозиторий, в котором можно что-то делать. Я не помню, я переводил пример B-репозиторий на лекции на первой или на второй. Приводил. Если вы пытаетесь использовать удаленный репозиторий в качестве, не так, рабочий репозиторий с рабочей копией в качестве удаленного, вас подстерегает одна проблема. И эту проблему я хотел бы, хотел бы показать. Я вот тут думал показывать ее или нет, я ее покажу. Вот. Если мы сейчас... Вот это у нас удаленный репозиторий, его можно склонировать. Смотрите. Берем и говорим git клон. Дальше указываем в качестве удаленного репозитория то место, где оно лежало. В действительности клонирование, вот это клонирование, происходит по протоколу Secure Shell, хотя мы здесь ничего не указали. То есть, по-хорошему, надо было написать так. На который, да, да, да. Вот, собственно, смотрите. Я только что подключился туда, сказал вот так. Да, я подключился к пользователям Джордж, поэтому я здесь его не указал. А здесь можно его указать, этого пользователя Джордж. Вот. Запустите HTTP сервер. Да, значит, по протоколу Secure Shell... Да, вот по протоколу Secure Shell все даже работает. Только почему-то он пустой. Ну-ка. Я комисс, что ли, не сделал? Тороплюсь. Зачем я тороплюсь? Да, ад сделал, коммит не сделал. Вот чувак. Да, хорошо. Значит, то, что я сейчас делаю, не будет работать, я вангую. Вот. Сейчас, давайте сделаем так, чтобы у меня... Пейджер не мешал работе. Вот. Я вангую, что сейчас не будет работать это дело. И вот почему. Вот мы склонировали удаленный репозиторий. Я даже могу сказать вот так вот. Вот. Вот он, прекрасный, прекрасный удаленный репозиторий. Все как, все у нас в порядке. Мы можем туда... Да, обратите внимание, что нам говорит git remote. Минус V. Вот он, удаленный репозиторий. Откуда пушить, куда... Откуда фетчить, куда пушить. Все, как у людей. Да, если мы заведем файл... Если мы даже заведем файл... Попробуем запушить. Он нас обругает. В чем идея? Раньше, буквально два года назад работало не так. Или три. Идея стоит в том, что у нас есть два репозитория, оба с рабочей копией. Если я сейчас... Все-таки запушу содержимое этой ветки. Этой ветки. Ну, все, у меня ветка мастера. Без веток не бывает. Если я сейчас все-таки запущу содержимое этой ветки, а на удаленном репозитории в рабочей копии будет лежать та же ветка, будет выглядеть так, как если бы ничего не произошло, а в репозитории произошли изменения. То есть, внезапно для человека, который работает на вот этой машине, после такого пуша... Кстати, может быть, не даст. Не дал. Вот. Внезапно для человека, который работает на этой машине, после такого пуша, возникнет... Ну, давайте мы все-таки нарушим это правило. Скажем ему, настроим гид так, чтобы он... Вот так вот попробует, да. Сейчас. Вот здесь вот надо сказать git config true. И вот теперь он и заработает. Ну, даже можно без минусов. Все равно огородили. Ошибка другая, нас все равно не дают, да. Короче говоря, вот тут хорошо видно, почему этого не надо делать. Если я сейчас запушу, видите, не получается. Гид нас вот игнорирует, говорит, не надо так делать никогда. Ту человека, который работает на этой машине, под капотом изменится репозитория, он не заметит. Он будет... У него вот эта рабочая копия будет находиться в состоянии, как если бы кто-то сделал гид... Как если бы он только что сделал гид-ресет. Вот. Поэтому так делать точно не надо. Вот. И мы так делать никогда не будем. А мы будем делать не так. Мы будем вот эту репозиторию rep.new делать b. То есть, да. То есть на этом сервере работать будет нельзя или можно, просто склонировав его в соседний каталог. Да? Вот. Давайте сейчас так и сделаем. Значит... Копии, из которой делается дом, который не работает. Да, именно. Потому что там нет рабочей копии. Вот. Именно так. Вот. Вот мы сделаем b-репозиторий. В нем, скажем, git и nit. Ой, нет. Минус-минус b. Вот. И мы видим b-репозиторий, в котором есть только объект, а самой рабочей копии нет. И мы можем работать на этой машине, на нем, просто вот так. Вот. и, значит... И, значит... Что? Нет, это по файловый запрос, там нет сети. Это просто из файлов. Просто один из протоколов, это просто клонирование соседнего репозитория по файлам. Да. И вот теперь все в порядке. Теперь мы можем здесь, на удаленной машине, точно так же его склонировать. Вот. Точка ба. Вот. Почему empty? Я опять push не сказал? А, не сказал... Да, не сказал push. Git push. Вот обратите внимание, кстати. Сейчас я на одном из рабочих репозиторий делаю push в удаленной. Вот он обновился. А теперь на другом из рабочих репозиторий мы сейчас... Вот он сказал, что он был пустой. Да. Он все еще считается пустым. Но если мы скажем git pull, если он сходит на удаленную репозиторию, то оказывается, что там видите целый коммит. Да. Теперь можем здесь сделать коммит. Нет. git pull подтягивает весь репозиторий. У вас всегда должен быть полноценный репозиторий с локальной стороны. Полноценный. Полный. Вы можете делать shallow copy. Например, если ядро клонируете Linux, которое занимает много гигабайтов. Но это именно shallow copy. Вы понимаете, что тогда у вас при попытке просмотреть историю, она обвалится в том месте, где заканчивается глубина копирования. Да. Поэтому слушайте, это не такие объемы. Вы не напишите столько кода никогда. И отдел не напишет столько кода никогда. Да. Фильм, который вы вчера скачали, занимает в тысячу раз больше места. давайте мы его тоже закоммитим, запушим. Обратите внимание, как выглядит пуш. Да, он спрашивает, куда нам пушить. Ну, вот, вот. Я, честно, не знаю, как вот. Вот. Видите, я сказал, обнови мне, пожалуйста, состояние ремоут-репозиториев. Он перекачал ремоут-репозиториев, говорит, что там целый коммит, и говорит, теперь у вас ваша ветка behind origin-master на один коммит. То есть отстает от мастера на один коммит, и поэтому можно сказать пул. Вот. Вот так вот работает примерно эта вся фигня. вот, по Secure Shell. Вы, наверное, обратили внимание, что когда я работаю с Secure Shell, я постоянно вынужден вводить пароль. Какая разница? Вот. Вот здесь вот она узнала. Да? Нет, мы пушили, почему-то ничего не делали. Вот git push. Конечно, конечно. Если бы не запушили, бы мы ничего не узнали. Конечно. Несомненно. Ну вот. Примерно такая картина. Значит, то есть в принципе вообще не нужно для этого вашего гита никаких серверов, gitlabов, githubов и прочей чешуи. Достаточно машины, на которой у вас есть сход-доступ и все отлично работает. У меня даже была такая идея взять вот этот сервер Practicum, который FreeBSD-шный и на нем все делать. Но там настолько все плохо с сетью, ну неплохо огороженная. Там так жутко огороженная сеть, что его нельзя использовать таким образом. Внезапно. Ну вот. Значит, да. Так вот, значит, как вы могли заметить, каждый раз, когда я работаю с удаленным репозиторием, мне приходится вводить пароль. И это, собственно, повод, почему я вообще вспомнил про Secure Shell сегодня. Мы можем авторизацию по паролю, а можем сгенерировать ключ. Давайте так сделаем. Давайте мы сделаем здесь вот ключик. Вот. Что такое ключ? Secure Shell может авторизоваться по логину и паролю, а может авторизоваться по предъявлению открытой, открытой части, публичной части ключа. Вот. При этом, значит, закрытая часть ключа находится только у вас и больше нигде. Ну вот, опять же, отсылаю вас к лекции двухгодичной давности. Я сегодня не буду все это повторять, это довольно большая на целую лекцию, а у нас без того времени нету. Да, она тоже годится. Она тоже годится, это все про это. Это ведь тоже разработка. Вот, поэтому я вас отсылаю просто к прошлым лекциям, к прошлым годам, а сейчас очень коротко. Secure Shell может авторизоваться просто по логину и паролю, а может авторизоваться по предъявлению чего-то зашифрованного вашим приватным ключом и расшифрованного вашим публичным ключом. Вы должны этот публичный ключ положить на удаленную сторону, и тот факт, что поток зашифрован вашим приватным ключом, будет означать, что это сделали только вы, больше никто, и это будет такая авторизация. Потому что в асимметричном шифровании, когда есть публичный и приватный ключ, приватный ключ вообще никому никогда не показывается совсем. Поэтому тот факт, что вы зашифровали данные приватным ключом, означает, что это были именно вы. Вот сейчас мы сгенерируем приватный ключ, зададим ему какой-нибудь пароль, вот, и этот ключ надо положить на сервер. Вот. Кстати, давайте посмотрим, как это происходит. Это вот в этом месте, в этом месте будет еще один ключик. Вот. Вот это старый ключик его надо удалить, кстати. и этот старый ключик. Это, видимо, от прошлогодней и позапрошлогодней лекций. Вот. Это открытые ключи, поэтому я их совершенно спокойно показываю. Вот. Вот мы сейчас генерили новый ключик, и сейчас мы его туда положим. Вот у нас сейчас выглядит, сейчас выглядит вот так файл авторазит кейс, а после выполнения вот этой команды с sh-copy-id, у нас внезапно будет вот, авторазит кейс, появится еще один. Вот он. Только что мной сгенеренный. И вот трафик, сгенерированный, зашифрованный, закрытой частью вот этого открытого ключа, будет туда приниматься. смотрите, мы теперь можем ходить на греб по ключу. Да? Казалось бы, поменяли шилл на мыло. Раньше мы вводили пароль от нашего сайта, теперь мы вводим пароль от ключа каждый раз. Но у этой штуки есть дополнительная фишка, она состоит в том, что вы можете запустить специальную программу под названием Агент, у меня она запущена. ССХ-агент. Вот она. И этому ССХ-агенту просто скормить свой открытый ключ, закрытый ключ, чтобы он с помощью него каждый раз шифровал этот самый трафик. Вот. То есть, можно сделать так. Давайте посмотрим, что у нас сейчас. Нету. Ни одного ключа. Прямо ни одного. Да? Давайте добавим. Он говорит, введите пароль. Теперь у нас этот открытый ключ давайте, это большое. Вот, смотрите. Кончается PUP709Е. ПUP709Е. Ровно этот открытый ключ добавлен в агента. Вот. Нашего запущенного. Да, вот. И теперь нас пускают без пароля. Можно даже посмотреть, как это происходит. Вот он в какой-то момент предъявил ключ. А он говорит, а сервер его принял. Зачем все это показываю? А вот зачем. Да, совершенно справедливо. Именно так. На стороне сервера вручную добавили этот ключ. Правда, мы это сделали командой с клиента SSH копия ID. Потому что у нас с той стороны есть SSH акцесс настоящий. Вот. Но могли бы просто вручную отредактировать вот этот файл. Обычно это делать, если у вас нет SSH аккаунта на удаленном сервере и SSH аккаунта нету, а SSH доступ есть. Назовите мне такой сервис, у которого SSH аккаунта у вас нет, SSH доступ есть. GitHub называется. Собственно, я все это рассказываю ради GitHub, чтобы вы поняли. У меня, понятное дело, таких серверов в количестве. У меня одних рабочих машин 5 штук. Ну это одна из них. Поэтому мне это достаточно легко. А в принципе так. Так вот, смотрите, что в результате мы имеем в качестве бонуса. Видите, да? То есть мы можем делать коммиты и пушить их. Комминт. Комминт – это любимое мое слово. Просто слово «прнитв». Оп, все работает. Почему я вообще про это говорю? Я это говорю потому, что в действительности… Давайте я попробую залогиниться. Я залогинился. Так вот. Не надо порой сохранять. В настройках, в настройках какого-нибудь хостинга, в настройках какого-нибудь хостинга можно взять и… где там настройки? Отстань, противная. Подложить туда ключ. Где? 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 Где… Где, где? вот мне тоже кажется что через профиль что там вот вот здесь вот ключ во да спасибо вот мы можем добавить этот ключ который мы только что сгенерировали на сайт хостинга там gitlab github что хотите давайте и тогда можно будет уже туда что-нибудь пушить вот также как все так без авторизации конечно же с авторизацией с той самой да да вот точно так же как вот давайте это сделаем я чувствую что вам это что вам это интересно увидеть значит давайте мы создадим какой-нибудь а давайте мы спросу тупо склонируем какой-нибудь репозиторий который есть потом возьмем попробуем туда запушить он нас пошлет а потом мы попробуем а потом мы попробуем вот не знаю даме project все тот же да вот вот попробуем сейчас его заклонить он не заклонится сейчас мне кажется мне кажется он сейчас скажет что сам дурак перми шин знает видите он попытался зайти на него по ссх и сказал сказал на перми шин знает вот мы сейчас подложим туда ключик прям наш ключик тут вижу какие-то их какое-то количество я думаю что это как раз предыдущих лекций давайте сейчас мы подложим туда вот этот ключик просто скопи пастим его до нет а зачем сейчас я на той машине на которой у меня ключик есть ключик на северной машине не хранится нет вот этот самый нпн 5 пуб тролевали вот этот самый ключик мы сейчас подложим вот сюда вот добавим добавили и внезапно все должно заработать давайте это проверим тогда заработала вот так он называется чё заклонил ты даме project вот какой-то даме project вот видите вот ровно этим я я призываю воспользоваться когда вы работа с удаленной репозиторией потому что ну а чем еще вот эти access токи на которые изобрели они страшные и они все время текут они всем попадают в репозитории и в общем я их очень не люблю вот а с хешный ключик он один на все он и на с х доступ и на на вот такие логины ну в общем удобная вещь я даже научился им подписывать файлы как как электронной подписи это неудобно но зато не нужно пользоваться еще одним инструментом электронной подписи google к этот самый как его фамилия гитхаб и штепи больше не принимает уже два года как 20 так что гораздо удобнее чем по штепи который не работает вот слишком много утечек с штепи таки дела вот значит итак что вам нужно резюмирую потому что я и так выжил у жутко времени что вам нужно для этого вам нужно иметь агенты на машине этому агенту нужно подсунуть ключик этот ключик должен быть очень сильно хорошо защищен это такой ключик его приватная часть вот это это такая штука которую вы никогда никому не показывать никуда не копируйте в идеале вы вообще носите на такой железяки есть специальные железяки для записи туда приватных ключей с ними ссх отлично работает втыкайте есть ключик вытыкайте нет ключик вот эти железяки умеют шифровать но не умеют обратно этот ключик копировать туда его можно положить обратно нельзя но шифровать им можно очень удобно ну вот так вот вам нужен ключик вам нужен сходоступ и вам нужен сервис все гид сам по ссх сходит что все что нужно сделает как видите вот совершенно прозрачная совершенно прозрачная работа просто гид клон вот вот так так вот выглядит смотрите так выглядит remote в общем такие дела хорошо это что касается гита я надеюсь что мы с вами немножко поняли о чем о чем смысл да значит теперь собственно еще немножко про гид о когда мы про питон то будем не успеем мы так но про гид нам точно надо про гид нам точно надо ладно давайте попробуем успеть все сделать значит важная штука это понятие важное в разработке совместно разработки это ветка значит ветка я напоминаю что в гиде ничто не похоже на то как она называется дерево это не дерево мы с вами помним что дерево это слепок из текучего состояния файлов а ветка это не ветка потому что она имеет обыкновение перепроизрастать из другого места после того как вы отредактировали стали вот значит что такое ветка ветка это топ разработки вот вас возможно разрабатывать сразу несколько сразу несколько в нескольких направлениях ваш исходный код а потом результате этих разработок объединяться зачем это нужно в первую очередь это нужно для того чтобы два процесса разработки не мешали друг другу допустим вы меняете какие-то похожие файлы и в течение какого-то времени но пока вы разрабатываете код не рабочий ну или относительно не рабочий было бы очень неприятно если бы в это время там другой человек например вы но другой человек в смысле разрабатывающий другое направление другую функциональность страдал от того что значит код временно не рабочий да если какие-то большие изменения то удобно их делать в отдельных ветках давайте мы сейчас это сделаем прям прям вот тупенько не обязательно можно и в одном смотрите мы попробуем сегодня сделать изменения в одном файле таким образом чтобы она не вызывала конфликтов потому что изменение с конфликтами это в следующий раз смысле слияние с конфликтами население у нас будет и так мы разрабатываем параллельные ветки а потом их сливать сегодня будет в примере так чтобы эти ветки не мешают друг другу вот а в следующий раз мы тогда будем им мешать друг другу смысле чтобы чтобы наши изменения конфликтовой вот значит я показывал на семинаре давайте здесь тоже покажу моя любимая утилита называется кудит который показывает всю историю разработки красивым образом там настройка где-то надо включить чтобы она показывала всю историю ну вот у меня на видите не спрашивает при запуске я пытаюсь понять где она где я настроил так чтобы она не спрашивал ну в общем ты где-то я настроил ладно вот давайте мы сделаем ветку git branch git branch new значит туз да гид статус же как я тороплюсь вот значит а нет гид branch просто гид branch вот видите у теперь две ветки одна мастер другая new давайте накомитим в мастер да звездочка это активная ветка и коммент как обычно вот мы накомитили в мастер обратите внимание что при этом ветка new как была вот здесь вот на третьем коммите так и осталось давайте теперь переключимся на ветку на ветку new что при этом произойдет при этом произойдет смена рабочей копии давайте так сделаем вот у нас дэд видите длинный смена рабочей копии с той которая соответствует нашей ветке текущей на ту которая соответствует я ветки предыдущей что там new вот вот обратите внимание маленький файл дэйт неисправленный вот и давайте теперь накомитим сюда только не в дэйта что-нибудь вот так внезапно выглядит у нас дерево разработки вот две ветки которые параллельно идут они у них есть общий комит и две разработки две параллельные ветки вот еще раз веткой в дете называется не сам процесс ответвления и не путь не как это сказать не конкретный набор коммитов а путь отдельный путь разработки мы попробуем сегодня когда будем говорить про ребейс попробуем сегодня увидеть что ветки умеют переотрастать из другого места но главное нас наверное это мерч до в конце прежде чем вернуться ну вот 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 пока веточки да значит гид чекаут собственно переключают рабочую копию с одного места на другое до вас обратите внимание что он знает что мастер нас на два коммита отстает от мастера абстримова а здесь а здесь у нас ничего нет потому что у нас нету на обстриме такой ветки даже вот ветка не является объектом гита ветка это именно что последовательность коммитов как эта ветка называется это ваши ваши проблемы то есть на удаленной машине сейчас ветки new вообще нет да да совершенно справедливо когда мы говорим get branch у нас в соответствующем каталоге а именно вот здесь вот 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 здесь вот вот заводится файл в котором говорится что у нас теперь есть еще один хэд еще одна еще один как бы фронт разработки второй и этот и коммит который который коммит в который этот фронт разработки упирается вот а дальше мы просто по посылкам определяем какой был родительский коммиту этого коммита у родительский у этого ну и так дальше совершенно справедливо ну вот значит прежде чем мы поговорим про то как межится зачем бывает нужны ветки насчет первый вопрос мы обсудили совместная разработка когда у нас есть несколько фич фичи большие попытка разрабатывать эти фичи одновременно может помешать друг другу вот и все такое тут сокращение спрашивает разработка пойдет ли разговор разговор про гитворк 3 разговор про гитворк 3 у нашел в параллельном чатике есть такая фича для чего она нужна я так и не понял вот поэтому нет не пойдет потому что я в жизни ты никогда не использовал не хочу это обсуждать то что не использовал в жизни поговорить посмотрите в чатике там люди писали зачем нужен гитворк 3 эта работа с несколькими рабочими копиями неравными ветку зачем это нужно я не знаю ну вот а значит другой вариант эта разработка временно ухудшающее качество может быть вы не какую-то фичу девелопить а просто фиксить какую-то багу или что-то редизайнить или еще что-то но если ваши комиты будут ломать основную ветку был бы очень плохо комитить для начала туда третий вариант это классическая схемой разработки когда у вас есть три разные ветки 1 development 1 тестинг 1 продакшн и там совершенно разные дисциплина попадания комитов туда в девелопер в девелопмент девелопер комитет все подряд в тестинг комитет столько то что прошло review и там тестирование еще чего-то а в продакшн комитет только то что должно идти в продакшн то есть ну совсем при этом довольно забавно бывает что некоторые некоторые хаки и по месту измыхая веточек сооруженные идут прямо на продакшн потому что что то сломалось где-то в продакшне и надо немедленно немедленно чинить вот некоторые хаки идут на тестинге хотя не знаю наверное тестинге не нужно да ну вот такие дела то есть у вас они могут быть не совсем продакшн совершенно не обязан быть просто каким-то отста ну да 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 продакшн идет вообще для того чтобы деплоить да и вот эти эти три ветки совершенно не обязаны быть под множеством друг друга потому что бывают какие-то исправления в продакшн бывают какие-то например в тестинге есть специально отдельные еще ветка специальная отдельная ветка с каким-то мощными тестами которую которую девелопер вообще и не хотят ее видите поэтому она межится еще с этими мощными тестами да 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 вот но это такая простая схема бывает и сложнее теперь значит относительно межа давайте все-таки эти ветки то сольем сольем ничего сложного в межа нету мы сейчас на каком бранче ты сидим мы сидим на бранче you да значит все на сегодняшней лекции мы не будем говорить про про конфликт коммитов да про конфликт будем говорить следующий раз потому что там довольно зубодробительный инструмент который хочется обсудить на чистую голову вот самого начала конфликт коммитов мы обсуждали вот мы сейчас на ветке мастер и говорим git merge merge ну скажем new в принципе вот здесь можно сказать коммитишь то есть когда говорите меш вы просто указывайте некоторую точку в вашем дереве коммитов с которой вы хотите померзаться вот можно было написать смотрите можно было написать коммит айди вот их всего два таких коммит айди с которым можно померзаться да вот а можно было написать просто другую ветку вот мы написали другую ветку кстати это тоже самое что вот это да значит давайте прежде чем git merge сделаем сделаем git log посмотрим и вот вот у нас сейчас раз два три четыре пять коммитов а ну кудит еще можно давайте делать git merge что можно 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 любой коммит конечно то есть вот вы даже когда вы межитесь вот вот здесь вы указываете любой коммитка ну любое что-то что что приедет в камеру что укажет в конце концов на коммит хэд с крышечкой ну хэд с крышкой бессмысленно как вы понимаете бессмысленно межиться с собственной историей она у вас и так есть можно можно да да вот давайте это сделать давайте это сделаем давайте это сделаем наконец обратите внимание на то что по операции мержа сопровождается специальным коммитом который называется меж коммит в этом меж коммите все как у как у людей у него в онлайнер тупой мержимся с брэнчем new а значит дальше вы описываете зачем вы это делаете какую задачу вы решали когда межились ну например что там разработка была закончена и вам нужно нам нужно сокращенец говорит что гитворк 3 эта работа над несколькими ветками без ручного переключения нет оба утверждения неверно git work 3 эта работа не с ветками а с рабочими копиями и не без одновременного подключить переключения с одновременным переключением поэтому нет давайте проверим это а нет когда мы делаем мерч и естественно это все пока мы не сделали пуш пока мы не сделали пуш пока мы не опубликовали свои коммиты удаленный репозиторий не меняется в этот вопрос хотели задать мы следующий раз будем говорить в том числе и про совместную разработку поезд про дисциплину ведения репозитория у которого много локальных копий и там мы про это поговорим но очень маленький секрет вам открою да вот василий викторович который значит у нас второй преподаватель по практику он со мной не согласен потому что он делает не так но вообще-то в гите у каждого свой собственный публичный репозиторий и ничего кроме мерже мы делать не можем поэтому да по договоренности но это очень простая договоренность ты прислал пол реквест сказал вот смотри я доделал и человек которым ты прислал пол реквест делать меньше все да то есть там в этом смысле все несколько проще но это уже следующий раз ну вот давайте здесь опишем что какую-нибудь чушь напишем вот и это смотрите сейчас проделался а вот наши два комита комит 1 комит 2 которые были ветки мастер вот наши два комита комит 3 комит 4 нормально видно тут интересно можно сделать он только код так показывает ну ладно тогда тогда пускай так будет страдать ну вот значит вот два комита которые были сделаны ветки new вот ветка new здесь заканчивается а ветка мастер содержит еще один специальный комит который называется мерз комит который на самом деле описывает изменения проделанные над вот этими двумя ветками дополнительно чтобы значит одну разработку влить в другую но сейчас этих изменений нету они нулевые ничего не нужно делать для того чтобы слить эти две ветки разработки потому что нет конфликтов вот поэтому мишка мид у него контент в общем пустой оба как ну а жди у нас играет даже не дерево уже получается а горсеть вы же писали эту программу вот посмотрите вот да там будут просто 22 сразу два дерева в качестве 202 комита в качестве превосхода нет потому что контру плюс давайте попробуем о спасибо человек знает что говорит контр контрол плюс оказывается умеет это увеличить ну вот значит да нет потому что мы не знаем с какой-то ветки мы только знаем какой привосками чтобы узнать из какой-то ветки нам нужно проследить все от начала до конца вас а там нечем удивиться ну смотрите там нечего с нечего 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 с нечем нечего с нечем обычное на обычном значит там ничего с нечем сравнивать все правильно сказал вот да вот вот эти файлы в стиле дифа да вот они тут они есть да вот вот конечно можем давайте это сделаем вот 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 он вот это мастер вот это не которые что это называется черепик и так сделать нельзя вернее так сделать безусловно можно но это не мерш не мерш в чем смысл мержа мерж не меняет никаких комитов а только образует узел на истории то есть вот если посмотреть вот эту черную линию она будет вполне себе такая ну последовательная и красную линию тоже она будет вполне себе последовательной мерж не меняет никаких комитов он только значит да ну но в случае если там возник конфликт вам нужно что-то пришлось редактировать в мерж коммите будет отдельное место где вот эти изменения произойдут если вы хотите допустим помержить только один вот этот комит один в ветку нью это не будет мержем потому что вы это не работа с историей это фактически вы берете диф который произошел в этот комит и перенакладываете этот диф на вот эту точку и это уже совсем совсем не слияние истории разработки а переписывание ну как бы создание нового совсем нового коммита совсем нового вот такая штука называется черепикинг есть команда гид черепик но мы кажется и пользоваться не будем вообще это просто как новый комит он просто он совершенно новый комит с новым комит айди и с новой датой совсем новым и он придется в новую ветку единственное что его в нем напоминает старый что он такой же точно внутри вот так теперь и бейс хорошо попробую спортивным спортивным образом рассказать про ребейс увеличим как на полуторной скорости буду рассказывать на полуторной скорости значит да так вот в принципе есть совсем другой способ объединить историю разработки с одну с другой если у вас например вообще не планируется не планируется дальнейшая разработка обеих веток предположим фича была реализована вы ее помер жили и идете дальше чтобы не плодить вот таких циклов вот таких вот таких циклов но это не цикл конечно в том смысле что поскольку граф ориентированный то это не является контуром но тем не менее чтобы их не плодить можно поступить по другому можно взять и перепривить вот эти изменения как если бы они ну что во что сейчас мер жили меню мер жили в мастер да взять вот эти два изменения из нее и не помер жить их как не сделать узел слияния двух веток а как бы сказать вот эта ветка нею теперь отрастает не отсюда а вот отсюда сейчас это покажу давайте сейчас мы только немножко немножко повиси этим нашу разработку я что делаю reset минус hard буквально выкидывает кусок истории и перепели перекатывается на ну вот теперь у нас head в нашей ветке new это предыдущий комит который комит 4 и здесь я сделаю то же самое я откачу просто убью убью комит убью меш комит без хард давайте мы неправильная идея сейчас попробую сделать правильную если не говорить хард то и reset нам покажет как если бы мы уже изменили рабочую копию но еще не за комитили а хард рабочую копию тоже приводит в это состояние о ой четыре не то сделал я чё потерял и чё теперь куда мне пушить но у нас есть рефлок ща мы найдем есть команда гид рефлок который показывает все имеющиеся в комитах в том числе и потерянные пока не сделаем репах да вот ну-ка отлично получилось безопасно прекрасно вот именно поэтому надо хранить весь репозиторий как вы понимаете ну вот видите даже мы вот я случайно пересетил вообще в какую-то не ту сторону потом сделал вот и вот смотрите да вот этого я и хотел итак в прошлый раз мы мержили я забыл кого в кого кажется мастер new в мастера да а теперь мы хотим сделать так что вот у нас разработка ветвилась вот здесь вот на вот этом комите а мы хотим чтобы вот эти два комита просто тупо продолжали историю вот этих двух перепривить нашу ветку new как если бы эти изменения были сделаны после того как у нас мастер значит закончилась вот я каждый раз смотрю документацию на этот счет потому что я все время забываю кого на кого прибивают пока только там могут быть изменения такие что они конфликтуют а так то да просто один так переписать вот к баночка называется git rebase и у нее очень красиво некрасиво очень показательная псевдо графика в иллюстрации вот смотрите git rebase топик поверх мастера мастер топик да и приблизь мастер поверх топика топик поверх мастера вот куда что заребезить на мастер поверх мастер запрещает вот такое дерево вот в такое дерево значит мы должны заребезить нью поверх мастера да то есть вот заперейти на нью и заребезить о git rebase поверх мастера ничего не произошло потому что конфликтов у нас не было а история внезапно стала чистая и сухая но мы же нью поверх мастера приблизили смотрите еще раз давайте на картинку вот это я поэтому каждый раз читаю каждый раз смотрю документацию мастер остался там же если мы бы приблизили наоборот у нас бы порядок коммитов был неправильный вот да да надо теперь мастер мастер помержит с топиком и все будет отлично вот только не топик а нью обратите внимание что здесь мерш коммит не создается почему потому что история была линейной там нету никаких изменений нам нечего сливать нам мы просто подвигаем фронт под названием мастер к тому месту где был фронт под названием нью вот они теперь все вот вот прям вот обратите внимание насколько простая стала история после ребейза и это главное достоинство ребейза что она не создает вот таких вот петель в этой самой истории для удобства монтейнерства но самое главное в ребейзе даже не это предположим у вас есть набор каких-то патчей которые вы применяете капстрим это я как монтейнер пакета сейчас разговариваю вы запатчили апстрим потому что апстрим дебильный и невменяемый и там какой-то набор патчей выходит новая версия апстрима они продвинулись дальше что вы делаете с вот этими своими коммитами если вы их помержите они останутся в истории где-то там в глубине и чем новее будет апстрим тем глубже будут тонуть эти ваши коммиты каждый раз вам придется решать конфликты не дай бог значит апстрим начнет ту же самую проблему все-таки решать значит у вас будут конфликты прям бабки не хотят и совсем другой пирог если апстрим все равно не принимает ваши коммиты совсем другой пирог каждый раз вот эту ваши патчи ребейзить на следующую новую версию они продвинулись а вы перебейзили они продвинулись а вы перебейзили и вы каждый раз актуализируете патч сет если там апстрим все-таки вмешался вы поправляете ну короче каждый раз вам гораздо удобнее перенакладывать вот новый перебейзенный патч на следующей на следующей версии апстрима вот для чего это нужно на самом деле на практике на практике все это ручками подробуем вот значит чего мы не делаем про что я кажется не рассказываю я не рассказываю про ребейз минус интерактив зато надо про переотрастание рассказать сейчас переотрастание расскажу очень забавная штука вот а тогда нужно интерактив ребейз переотрастание ребейз минус минус интерактив значит чего мы пропинали сегодня это вот этот кусочек но он очень маленький возможно даже мы его успеем а возможно и нет ребейз минус минус интерактив гораздо более правильный вот он на семинарах у нас был уже вы помните что это волшебная штука значит смотрите давайте мы посмотрим что не было этого семинара серьезно значит как раз будет следующий раз понятно видимо мы с Василием его планировали да ладно ребейз минус и был минус и был был просто мы ветки не редактировали значит смотрите ну давайте для начала просто гид ребейз минус и он же минус минус интерактив это неважно хид ну допустим на о вот у нас есть пять коммитов был был конечно на семинаре вот у нас есть пять коммитов просто мы с ветками не работали а я хочу показать как это как это с ветками сопрягается сопрягается вот у нас есть пять коммитов значит еще раз ребейз это переписывание истории тут спрашивают можно ли помежить три ветки и кажется можно но у меня никогда не получалось это никогда не делал а может и нельзя не помню значит да действительно тем более как будет выглядеть межконфликт трех веток одновременно я боюсь себе представить потому что вы в следующий раз увидите как выглядит межконфликт двух веток это надо редактировать четыре одинаковых текста вот трех видимо двенадцать одинаковых текстов нет нет я не хочу вот значит обращаем ваше внимание на то что ребейз это переписывание истории как только мы запушим это то есть то что мы ребейзим ребейз лучше делать на том что мы не запушили если мы ребейзим то что мы уже запушили то нам придется потом force push делать то есть переписывать историю на удаленном на удаленном репозитории те люди которые с вами синхронизируются пострадают вот что можно делать вот это история наших коммитов что можно делать с этими коммитами можно например переставить их местами то есть стоп вот у нас есть ну то что синхронизировано с да то что вы уже опубликовали если вы это ребейзите вы вы вступаете в конфликт то есть только то что в локальном репозитории только то что в локальном репозитории или используйте push-минус-минус-force с риском того что те люди которые уже синхронизовались с вашим репозиторием попадут в непонятку у них будет как бы неадекватный вам репозиторий да 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 допустим вы локально что-то нахакали написали какие-то страшные коммит-месседжи хотите их поисправлять вот это все так вот коммиты можно тупо переставлять местами вот я взял просто переставил местами коммиты можно переименовывать давайте переименуем из-за этого вот еще и скажем reward вот обратите внимание на то что начиная с того места где вы историю переписали новые коммиты после ребейза будут новыми мы больше не увидим ни вот этих двух переставленных местами коммитов вот 5.7 cc 205 не коммит 4 коммит 4 тоже должен быть новый потому что у него теперь другой предок даже несмотря на то что div между ними совершенно одинаковый сохранился мы не переписываем здесь мы не изменяем ни одного файла мы только меняем коммиты местами я вангую что коммит 4 тоже будет не 7 c 0 давайте это проверим сейчас нас запросит запросит гид переформулировать я написал специально reward переформулировать коммит-месседж к коммиту под названием 2 как мы начали и история переписалась и как видите все коммит 4 больше не 7 c 0 или сколько он там был а совершенно новый потому что этот коммит тоже изменился у него другой предок раз у него другой предок это другой коммит. Историю мы переписали. Вот такие дела. Значит, что можно еще делать с ребейзом минус-минус интерактив? Можно сливать два коммита в один. Например, вот так вот, сквош. Есть два варианта, сквош и фиксап, они абсолютно одинаковые, только сквош нам покажет два коммит-месседжа, а фиксап вообще ничего не покажет, он просто сольет два коммита в один. И этот и вот этот, разумеется. Сквош — это слияние двух коммитов в один. Третьего и вот этот 9,3 четверти. Фиксап — это тоже слияние двух коммитов в один, но от него остается только первый коммит-месседж. А второй считается, что это просто фиксап-коммит, который мы там что-то направили. Вот он говорит, смотрите, вы тут сливаете два коммита. Ну, по сути, сейчас я делаю фиксап, потому что я просто удалил все старые описания. Да, мы сегодня работаем с такой историей, в которой коммит-конфликт. Теперь, значит, последний трюк про переотрастание ветки. Давайте мы сейчас попробуем это сделать. Вот у нас есть ветка new. Так вот, смотрите, что я сейчас собираюсь сделать. Я сейчас собираюсь изменить коммит-один. Этот коммит-один, он общий у веток мастера new. Я его собираюсь по-ребейзить. Мы помним, что ребейз — это переписывание историй, и вот этот коммит-один, который я собираюсь изменить, как бы исчезнет из ветки мастер, и в ветке мастера появится другой коммит на его месте. Сейчас мы это сделаем. Причем тут достаточно даже сделать reward. Вообще не исправлять ни одного файла, а просто исправить коммит-месседж. Но можно и файлы. Что? Можно. Все можно в гитсе. Но я сейчас собираюсь сделать именно то, что сказал. Да, вот давайте еще раз посмотрим на эту картинку. Вот у нас ветка new и ветка мастер имеют общего предка коммит-один. И я этого предка, или даже давайте вот этого. Предка, который who. Вот его-то я и сейчас исправлю. Напоминаю, что для этого можно изменить файл в этом коммите, изменить коммит-месседж, что угодно можно сделать. Неважно, коммит будет новый. Вот этот коммит, который who, я его-то сейчас и... С него-то я сейчас и начну. Давайте попробуем. Да, это значит, что сейчас будет то самое, чего делать нельзя. Я отредактирую ту историю, которая уже опубликована. Но в данном случае это неважно, я не буду ее пушить. Ой. Нет. Ху, вот он. Че? А, куда он топлайн? Сейчас, стой, стойте. Вот. Нет. На один раньше. Вот он. Обратите, кстати, внимание на то, как я это сделал. Я взял вот этот коммит, говорю, вот, пожалуйста, его тоже включи. Видите? Ну, вот, тильдочку. Вот. Предыдущий от этого. Вот. Вот теперь я ничтоже сумняшся, делаю reward, просто потому, что мне лень все остальное сделать. И менять файл. И сейчас я изменяю коммит, который who. Вот он говорит. Вот он говорит. Знаете, что сейчас произойдет с историей? Ветка нью переотросла. Раньше у нас были общий коммит 1. Теперь метка нью переотросла аж до коммита, который календар. И вот этот коммит 1 и коммит 2, которые у нас были у ветки нью, они теперь отдельные. Вот контент этих двух коммитов совпадает. Там одинаковый лежит. Но поскольку история теперь расщепляется раньше, пришлось сделать его копию. Такие дела. Именно поэтому я и говорю, что ветка в ГИТе это не ветка. Это вот, ну, фронт работы. Если этот фронт работы внезапно начался отсюда, значит он начался отсюда. Почему это произошло? Мы изменили вот этот коммит. И этот коммит, разумеется, не изменился. Значит он уже другой. И все, вся история, которая начинается отсюда, для этой ветки собственная. Такие дела. Ну вот. Значит, мы абсолютно не поговорили про вот этот вот кусочек, про питончик сегодня. Потому что я очень много тупил в начале всего этого безобразия. Давайте я подумаю буквально 30 секунд. Как я с этой задачей справлюсь. Видимо, никак. Следующую лекцию начнем с этого. Вот и все. Вопросы по ГИТу. Сегодня была лекция целиком по ГИТу в силу такого нашего временного глюциногена. Вопросы. Если есть вопросы по тому, что было рассказано, то, пожалуйста, задавайте их. Все, что мы сегодня делали, это просто какие-то мотивации с графом. Да, совершенно справедливо. А есть ли мы здесь программы, которые позволяют просто буквально перетаскивать эти коммиты, как большие, которые присоединяются с другими технологическими целями? Честно говоря, я думаю, что даже в том же КУГИТе или в чем-нибудь таком это можно сделать. Но понимаете как? В действительности, большую часть времени вы будете проводить, редактируя код, а не перетаскивая коммиты из одного места в другое. Это у нас, знаете ли, коммиты выглядели как... Наша разработка выглядела вот так, да? Вот так вот наша разработка выглядела. А в действительности, вот... Ну, короче, вы не... Как это правильно сказать? Ну, наверное, можно перетащить. Но это сэкономит вам 3 секунды по сравнению с там... Да, с многими часами программирования. Вот. Значит, чего я не сказал и на чем надо сегодня закончить, если вопросов больше нет. Да, конечно. Можем. Нет, не можем. Дело в том, что в коммит входит коммит месседж. У меня был такой проект, я хотел написать такую утизиту, который берет всю историю и позволяет, складывает коммит месседжи в один большой файл. Вы его красиво пишете, оформляете, все, потом вбухивает это все обратно. И я его даже почти написал, только убедился, что все коммиты при этом меняются. И, понятное дело, так можно делать для того, чтобы демонстрировать, допустим, на лекции, очень красивый гид-репозиторий с очень красивой историей. Но в реал-лайфе у вас получится прям отросшая новая ветка. У вас. Да, важно, что в домашке не будет особого упоминания вот этого, потому что у нас еще нет инструментов, которые можно продемонстрировать в решении домашнего задания. Домашнее задание у нас, значит, у нас это самое, продолжается тема коров. Вот. Домашнее задание будет состоить в том, чтобы написать игру, которая в быков и коров. Есть такая, есть такая игра, похожая. Сейчас я найду, где она тут лежит. Блин, а где же она? Ну ладно, поправлю. Я, кажется, случайно удалил ссылку на игру, которая должна быть, аналог которой, значит, вот. Короче говоря, домашнее задание, написать игру в быков и коров, очень простую, которая просто, вот, ну тут она прям описана. Вот. Значит, вордль. Почему, вот, где-то была ссылка на вордль, я ее случайно удалил. Вот. Единственное, чего, видите, тут туду стоит. Я хочу, чтобы просто ради коровьего нашего, коровьей нашей тематики, все сообщеньки, которые эта игра вам выдает, выдавались коровами. Вот. Ну или не коровами, там, ну кем хотите. Вот. Вот, собственно, все. Все. Вот теперь, теперь действительно все. Все, всем спасибо, извините еще раз за это некоторое, некоторое тупление в эфире, я так иногда делаю. И до новых встреч. До новых встреч.